Пять вечера в Украине. Здравствуйте, это новости на UATV в студии Наталья Гаврилова. Разоблачили украинского пограничника, который работал на боевиков на Донбассе. 27-летний экс-сотрудник госслужбы охраны еще летом 2014-го пришел в бандформирование «Призрак». Оно действовало на оккупированной территории Луганской области. Служба на блокпахстах и участие в боях на стороне боевиков – это далеко не полный послужной список задержанного. Открыто уголовное производство по статье «Создание террористической группы или террористической организации». По решению суда пограничник взят под стражу с правом внесения залога. Обострилась обстановка на линии фронта на Донбассе. С начала суток боевики уже восемь раз открывали огонь. Утро началось с минометных обстрелов. Как сообщил спикер Минобороны, оккупанты выпустили 24 мины 120-го и 82-го калибров. Под огнем оказались позиции объединенных сил у Травневого и Новолуганского, также Водянова. Почти час велись боевые действия у Пивденного. Неспокойно было и в районе Авдеевки. Подразделения объединенных сил открывали ответный огонь. Международное учение «Рапид Трайдент» в активной фазе. По легенде, участники устанавливают блокпосты, патрулируют автодороги, а также ищут и блокируют противника, который пытается прорваться через государственную границу. Все маневры максимально приближены к реальным ситуациям. Условия практически боевые. Учения стартовали 16 сентября, а финишируют уже завтра. Олег Сенцов выступит в парламентской ассамблее Совета Европы. Освобожденный политузник Кремля намерен с трибуны ПАСЭ напомнить об украинцах и крымских татарах, которых незаконно удерживают в российских застенках. Выступление Сенцова организовывает немецкий парламентарий Франко Швабе. Накануне в Берлине режиссер встретился с депутатами Бундестага и с украинцами, которые поддерживали его во время заключения. Демонстрациями, публикациями и письмами. Освобожденного режиссера встретили цветами и крепкими объятиями. Сенцов призвал писать письма узникам Кремля. По его словам, это самая мощная поддержка. Уходит с поста секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк занимал эту должность с мая. Как сообщает офис президента Украины, заявление чиновник написал еще перед поездкой Владимира Зеленского в США. Глава государства рассмотрит его по возвращению в Киев. Намерение уйти с должности подтвердил и сам Данилюк. Но, как он написал на своей странице в Фейсбуке, до решения президента он будет оставаться на должности секретаря СНБО. Переговоры с МВФ продвигаются быстрыми темпами. Удалось достичь большего, чем ожидали. Об этом заявила министр финансов Украины Оксана Макарова. Миссия МВФ работает в Киеве на протяжении месяца. В следующие три недели будут рассматривать новую программу финансирования. Для этого перед Минфином стоят такие главные задачи, как поддержка макроэкономической стабильности, увеличение экономического роста и снижение дефицита бюджета, подчеркнула Макарова. Ранее МВФ опубликовал отчет о переговорах с Украиной, где назвал работу плодотворной. Европа ответила на упреки Трампа о недостаточной поддержке Украины. Спецпредставитель Еврокомиссии Эльмар Брок заявил, что с 2014 года Европейский Союз предоставил Украине гранты и кредиты на сумму 11 миллиардов евро. Кроме того, соглашение о свободной торговле с ЕС в пять раз увеличило украинский экспорт томатов, птицы, сырья, текстиля, металлопродукции и основных промышленных товаров. Так в Брюсселе отреагировали на обнародованную расшифровку телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского, в тексте которой президент США критиковал Германию и в целом Евросоюз за то, что они ничего не делают для Украины. Сметанники, медовики и творожники на канадском столе. Украинка в Торонто печет торты и печенье по традиционным рецептам. Для того, чтобы вкус был как дома, ей пришлось даже поменять некоторые из них. На кухне побывала наша Юлия Башко и узнала секреты приготовления. Это наши варенички. Для англоязычных с беконом, для наших со шкварками. Это одно из немногих мест Торонто, где лепят вареники вручную. Самые популярные – с беконом и тушеной капустой. Я делаю так, как меня учила моя мама, бабушка. Мы месим тесто на молоке, на яйцах. Тесто очень вкусное получается. Здесь очень хорошая мука, высокое содержание клейковины, и они не развариваются. Наталья открыла магазин домашней кухни на Блур-Уэст четыре года назад. Вначале пекла только торты, позже добавила в меню борщи, голубцы и вареники. Я немного ошибалась. Вначале я думала, что за нашей традиционной едой будут приходить украинцы. Но только на них невозможно поставить ставку в бизнесе. Добавляла итальянскую кухню. А как оказалось, что много и канадцев, и представителей других национальностей любят наш борщ, суп, голубцы и вареники. Украинка выпекает до 30 видов тортов и печенья. Большая часть из них по тернопольским рецептам. Медовик, Спартак, все знают. Это исключительно тернопольский. Я сама из Тернополя. Он у нас очень популярный. Наполеон, сметанник с вишнями и без вишен. Готовит украинка и пекин тартс, канадская пирожная и кейк попс, больше известная как украинская пирожная картошка. Но и то, и другое популярное в Торонто. Если какие-то дни рождения, нам лучше взять здесь, чем где-то покупать в другом магазине. Здесь вкусно. И мы поддерживаем нашу украинскую громаду. С продажей Натальи помогает студентка Диана. Она работает в ресторане с самого открытия. Диана тоже украинка, но родилась уже в Канаде. И работая здесь, стала учить украинский. Было тяжело в начале. Очень много разных десертов, которые нужно было выучить, ингредиентов. И когда много клиентов, нужно быть очень быстрой. Это очень хорошая практика. Покупатели, которые приходят, где-то половина из них украинцы. И я практикуюсь и учу язык. Для того, чтобы кондитерские изделия были на вкус, как дома, Наталье пришлось поэкспериментировать со многими ингредиентами. Я меняла рецепты. Пришлось работать над ними, исправлять их, так как здесь другие продукты. Содержание жира в масле, в маргарине – совсем другая мука. Где-то она подходит, где-то нет. В планах украинки – расширить ассортимент десертов и познакомить канадцев с большим количеством украинской выпечки и традиционной кухни. Из Торонто Юлия Башко, Алексей Идрисов, ЮЭТВ. Идеально подобранный рацион – вода из артезианской скважины, массаж и полная свобода. Так живут коровы под маленьким городком в Винницкой области. Основатель фермы называет себя провокатором. Он собственным примером решил доказать, что в Украине есть перспектива в молочном скотоводстве. Начинал с пяти коров, наладил производство натуральной молочной продукции и с ее реализацией готов выходить на мировой уровень. На ферме счастливых коров побывали корреспонденты ЮЭТВ. После утреннего доения и короткого отдыха Петр Степанович подкармливает подшефных ему коров экологически чистыми кормами. Их выращивают рядом на полях. С утра силос. Это все по часам. Есть график раздачи. Потом вносим зерновые. После зерновых идет обязательная люцерна. На целый день у них рацион составлен. Меняется по кругу. На этой ферме 75 коров чувствуют себя свободно. Заботятся о них по французской методике. Животных не привязывает, а создали комфортные условия со всеми удобствами. Даже воду пьют прямо из артезианских скважин. Если ласково с ними, они и на дойке ведут себя спокойно. Себе зашла, стала и стоит. На ферме, говорят, делают все, чтобы их коровы были счастливыми. И от этого давали качественное и хорошее молоко, насыщенное положительной энергетикой. Сергей – руководитель предприятия по специальности финансист. Десять лет назад ничего не знал о ведении подобного хозяйства. Теперь называет себя фермером-провокатором. Ведь решился производить натуральные молочные продукты без химических примесей. В чистом поле с нуля построил просторные хлева. Начинал с пяти украинских коров. А потом купил и французские породы. Мы были одни из первых. И на сегодняшний день уже много к нам ездило людей, которые действительно хотят что-то похожее сделать на территории Украины. Каждая корова на ферме за 300 дней в среднем дает по 7 тысяч литров молока. Доение происходит автоматизировано, без контакта с воздухом и человеком. Молоко по системе трубопроводов сразу поступает в чан в производственном цехе. Поскольку молоко поступает порциями, оно охлаждается до температуры 4-6 градусов. Из молока сразу же готовят йогурт и кефир и сыры. Продают на заказ по супермаркетам. Ферма единственная в Украине имеет лицензию на разлив молока без термической обработки. Сейчас мы запускаем новый вид продукции. Это полностью безвактозное молоко. В планах выход на международный рынок, поэтому на ферме уже изучают мировые стандарты молочного производства. Арина Кантонистова, Виталий Демец, Винницкая область, UATV. Еще больше интересных новостей есть на наших страницах в соцсетях и на сайте телеканала UATV.ua. На эту минуту у меня все, но наш следующий выпуск на русском языке менее чем через два часа. Увидимся вскоре. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова